Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дмитрий Гусаков ухаживает за Лерой Фрост. Он устраивает девушке романтические свидания. У Юлии Ефременковой был день рождения. Девушке исполнилось 30. Это первый день рождения за последние года, который совсем не хочется праздновать, пишет она. Хочу к родным, к друзьям. Ведь только вы знаете меня настоящую. В сети ходят слухи о том, что Майя и Ирина Донцовы не просто так попали на Дом-2. Якобы они являются родственниками Натальи Варвиной. И поэтому они не уйдут с проекта, пока сами не захотят. Организаторы тщетно пытаются подобрать для Майи парня. Это своего рода бесконечный конвейер, который продлится еще не один год. Недавно в соцсети появились слухи о том, что Ольга Рапунцель вернулась к старой работе на специализированных сайтах для мужчин. Становится понятным, зачем Ольга так яростно добивалась заселения в ВИП-дом. Именно для того, чтобы без лишних глаз зарабатывать старым проверенным способом. В недавнем эфире Рапунцель выдала их с Димой секрет, что у них в отношениях тоже есть сексуальные игрушки. Дима разбушевался, он не хочет, чтобы она рассказывала всем про их интимные отношения. Зрителям не мог не запомниться эфир, когда Саша Черно устроила своему избраннику Роме Баранчуку свидание. Рома с большим трудом сдерживался, чтобы не сбежать с него. Полуобнаженную Сашу подняли на смех. Многие отметили, что она выглядит отталкивающе. Бывший участник Дома 2 Тимур Графуддинов решил радикальным методом добиться внимания Ольги Бузовой. Он уже ранее признавался в симпатии к Бузовой, а теперь сделал ролик, в котором сообщил, что если ведущая наконец не отреагирует на него, то он покончит жизнь самоубийством. Надеемся, что он не собирается на самом деле причинить себе вред, а просто таким путем решил пропиариться на известном имени. Кристина Ослина и Виталий Малышев расстались, Кристина не захотела торопиться с заселением и Виталий переметнулся к новенькой участнице. Кстати, многие отмечают, что эта участница очень эффектная. Внешне она похожа сразу на двух бывших ярких участниц проекта. Ее называют смесью Даши Пынцер и Женя Феофилактовой. Она похожа на них с чертами лица, прической, но вот поведение Ослина и родительно отличается от того, как вели себя Женя и Даша. Сейчас на проекте находятся две мамы. Это Марина Тристановна Абрамсон и Ирина Михайловна Донцова. Так вот, организаторы намерены пригласить на шоу еще трех мам. Кому из участников повезет пожить со своей мамой, пока неизвестно. Зрители предполагают, что это может быть мама Лизы Полыгаловой или Татьяна Африкантова, которая давно рвется обратно на проект. Вика Комиссарова и Антон Шоки снова вместе. Антон проговорился в прямом эфире, что они будут теперь ведущими ТНТ Мьюзик. В сети ходят слухи, что Ольга Бузова поругалась с сестрой Анной. Они не публикуют новых совместных снимков. Также Анны не было на недавнем первом концерте Бузовой. Татьяна Африкантова опубликовала детский снимок Марины. Как вы помните, Марина уже на Сейшелах и родители переживают, не будут ли ее там обижать. Мы переживаем, пишет Африкантова старшая. Она у нас лапочка, папина любимица. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.